Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это Клуб редакторов, программа, где руководители средств массовой информации обсуждают основные события уходящих дней, нашедшие свое отражение, естественно, в средствах массовой информации. Итак, сегодня у нас в Клубе Павел Сухоруков, звезда. Павел Якубович, СБ Беларусь сегодня, и Андрей Кочура, спутник Беларусь. Я приветствую вас в Клубе, уважаемые коллеги, давайте посмотрим на дайджест новостей. Александр Лукашенко дал старт работе Горлыкского горно-обогатительного комбината, созданного в Туркменистане под ключ нашими специалистами. Это рождение новой отрасли, пишет о событии Туркменистан сегодня. Премьер Великобритании Мэй подписала письмо к ЕС о начале процедуры Брексита, выхода Королевства из Союза. Назад пути нет, комментируют СМИ. В Беларуси создают единую республиканскую систему видеомониторинга. Польша закрыла консульство в Украине после гранатометного обстрела одного из них. Турция заявила об успешном завершении военной операции «Щит Ефрата» в Сирии. Самым популярным музеем Беларуси признан Музей Великой Отечественной войны – 560 тысяч посещений за год. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов 2018-го решено провести в нашей стране. Сейчас вечер, 1 апреля. Многие разыгранные сейчас находятся в хорошем настроении, разыгравшие их в не менее хорошем настроении, я думаю. Мы еще поговорим про День смеха. Но начать хочется с завтрашнего дня. Россия спина белая. Что? Да? Да я знаю. Но начать хочется все-таки с завтрашнего дня. Завтра отмечается дата День единения народов Беларуси и России. Уважаемые коллеги, вопрос непростой, наверное, но мне хочется его задать. Как вы оцениваете на сегодняшний день состояние российско-белорусских отношений? Ну, это вопрос, я понимаю, что емкий. Потому как существует союзное государство, проекты, которые работают в нем. По-моему, 18 даже целых направлений здравоохранения, медицины, образования, безопасности и так далее. И успешно работают, без них никак нельзя. Народы России и Беларуси близки, любят друг друга. Просто, ну, это непрорывная связь. Я не верю в то, что какая-то кошка может пробежать. Но существует другой слой эстаблишмента, допустим. И там вот как-то вот, может быть, не все, как нам хотелось бы, как хотелось бы народам. Вот, пожалуйста, поставьте какую-то оценку, легкие рассуждения на эту тему, если возможно. Я могу сказать, что сегодня это одна из важнейших тем, которые вообще волнуют читателей. Вы посмотрите, сколько внимания уделяется любой проблеме, которая связана между нашими странами и как болезни воспринимаются. Это говорит только о том, что на сегодняшний день хотелось бы, конечно, лучшего на уровне взаимоотношения. Но и даже этот высокий уровень взаимоотношения оставляет еще место для какого-то маневра. Я имею в виду в первую очередь то, что самое главное для людей на сегодняшний день, которые, простых людей имею в виду, да, которые путешествуют из Минска в Москву и обратно, да, то есть минимальное количество препятствий создается. Вот в этом можно сказать, что союзное государство действительно состоялось. Сегодня человек, приехавший в Москву, он будет вполне в том же объеме, что и любой россиянин будет обеспечиваться и работой, и любыми социальными благами, и отношение к нему будет соответствующее, то есть точно такой же россиянин. И россиянин, приезжающий в Беларусь, не почувствует особой разницы. Сложности, которые возникают между нашими странами, это нормальный и естественный процесс роста. Нет на сегодняшний день на постсоветском пространстве более интегрированных стран, чем Россия и Беларусь. И поэтому нет таких проблем между Россией, допустим, Казахстаном, как между Россией и Беларусью, потому что они еще не подошли к такому тесному сближению. Конечно же, там всегда возникают вопросы, которые хочется, одной стране хочется преференции получить в области энергетики, и другая хочет более тесная интеграция в какой-то другой политической области. Но я не вижу каких-то совершенно проблем, которых невозможно было бы решить. Ну вот я для себя определил просто, чтобы не волноваться сильно по этому поводу. Существуют народы, которые должны быть вместе, все точка. И существуют бизнес-проекты на уровне Газпрома, на уровне других каких-то корпораций, концернов, экономические интересы, которые, конечно, влияют на, в первую очередь, на экономику Беларуси. И вот на этом у нас не надо договориться. Потому что народная поддержка будет спроси у подавляющего количества россиян, у большинства, безусловного большинства белорусов. Хотите вы? Конечно, мы хотим быть вместе. Мы не мыслим друг без друга. Только вы договоритесь, кто кому должен, как вот. Ну народ-то просто так думает. Вы вспомните, даже появилось такое выражение лет пять назад. Спор хозяйствующих субъектов. Когда только начинались эти споры, то есть специально политики сделали так, чтобы отделить хозяйствующие субъекты от политики. Потому что это уже... А опасность-то как раз вот в том, вот сейчас, которая лежит в сфере наших интересов, в СМИ, что многие, и, наверное, в первую очередь и российские СМИ, и белорусских тоже хватает, которые именно вот эту часть людей и на российской территории, и на белорусской пытаются сагитировать против этого. Именно вот, ну, часть простых граждан. В российских СМИ популярнейшие темы. Белорусские креветки там чуть ли не подняли экономику Белоруссии. Там, значит, ерничают по этому поводу. Там и молоко у нас кислое, и живут белорусы за счет России. Вот эти вот... Причем на государственных средствах массовой информации российских мелькают такие сообщения. в надежде на форумы. И на форумах там, ну, то есть, на что на форумах? А вы обратите внимание, что и с обратной стороны тоже поступает достаточное количество. Горячих голов хватает, да? То есть, кто-то считает, наоборот, слишком маленькая интеграция, да? То есть, начинают входить областями там или еще что-то. Ну, глупость, она не имеет границ здесь, к сожалению. В этой связи, пока коллеги молчат и дают высказаться, да, не, ну, не то чтобы обидеться, но не посетовать, вот так вот, да, скажу, на некую аморфность союзных средств массовой информации. То есть, они не участвуют в этом процессе, они не отвечают на вызовы. Они хорошие, и союз, и союзная вещь, и союзные государства, красивые журналы, они, ну, позитивные, и там есть интересная информация, но они далеки от острых вопросов. Ни в одном из этих средств массовой информации нет сиюминутной публицистики на эту тему. Может быть, такая там паритетная политика, что, дескать, нельзя отражать разные точки зрения, давайте просто будем фиксировать то хорошее, что между нами происходит. Поскольку я основной издатель, вышеупомянутый. Да я вот и как-то и пытаюсь пробить эту броню. Я скажу так, что я считаю, что как раз те царапины, либо даже раны, которые есть, их не следует расцарапывать. Они есть, мы о них знаем, мы о них прекрасно знаем. Но как раз вот эти вот газеты, о которых ты сказал, как мне кажется, должны находить вот этот тот случай, когда работать на позитив, на показывать, какие человеческие связи существуют между двумя странами. Что связывает нас? Потому что найти нечто не удовлетворяющее ни нас, ни россиян, очень легко. И очень легко из этого придать им масштаб. Но надо ли это? Поэтому... Ну вот насчет очень легко я готов поспорить. Я настолько мало вижу разделяющего нас и гораздо больше вижу объединяющего нас. Геннадий, можно вообще говоря, за деяниями небезвестного Данкверта, который на самом деле, вот, его опрашивает белорусская прокуратура, и он действительно, его действия, ну, приносят ощутимые экономические ущербы, это не то слово, но экономические сложности подчеркиваются из-за деятельности Российского вознодзора, и с моей точки зрения, не всегда внятных и почти всегда несправедливых. Они закупоривают эту бутылку белорусского экспорта в Россию, причем хорошего, ну, ей-богу, белорусское молоко, белорусская колбаса и другие пищевые продукты, ну, они не только там не хуже российских, во многих случаях они лучше. Но это делается, очевидно, для того, чтобы как-то приструнить или показать что-то. Но если мы это будем возводить в абсолют, то мы не налаживать будем международные отношения, ослаблять. Павел, но ведь вопрос в том, что это обычная практика. В накануне серьезных переговоров любые бизнес-руководители всеми путями пытаются ослабить позиции своего переговорщика. То есть как-то подорвать его, там, экономику, что-то, чтобы тот быстрее согласился на некие условия. И вот одно из... Надо поднять землевые проблемы, чтобы про них не забыли. Да, создать проблемы там где-то накануне переговорного процесса. Это, ну, это абсолютно бизнес и дружба, там, денежки-то вроде табачок врусили, как говорят там, да? Геннадий, я один из участников вот этих исторических моментов, которым много лет я присутствовал при вертификации этого договора. И самое главное, что за эти десятилетия вот я как бы ощущаю в себе, что те планы, которые тогда были поставлены, то решение, которое было тогда, те решения, которые были приняты, они вообще не разочаровали никого. Потому что самое-то главное, то, о чем сказал коллега, у нас прекрасные отношения на уровне человеческих мостов. А то, что, да, более того, и государства-то могли одновременно развиваться, и Беларусь этих 20 лет развивалась, и Россия развивалась. То есть это и темпы различные, и даже направленность различная, и вектор разный. Но, тем не менее, государства развивались так или иначе. А между белорусами и русскими, я думаю, во всех отношениях, что только укреплялись то, что чуть-чуть было не потеряно в начале 90-х. Вот это самое, может быть, приятное и главное. И, конечно же, нельзя закрывать глаза на то, что существует большая противоречия, особенно такого экономического толка. Но на то и президента у нас, чтобы они могли это решить и сказать подчиненным. И фразирует великого классика Фаину Раневскую. Она говорила, если у вас утром каждый раз болит что-то новое, значит, вы живы. Если болит, значит, живой договор, живой. Да. Хотелось бы поменьше ощущения таких гостов. Я хочу погодиться с вами, шановные коллеги. Мне подается, что то, что вы казали, Гадий Бринславич, что за эти годы столько изрублено, столько рубец и будет изрублено. Але у некоторых людей, можно сказать, уражение, что вот эти неколькие проблемы доводят нашу союзную державу до проблем, максимум до кризиса. Але их неколькие, и история нашей союзной державы показывает, что на протягу этих годов столько выращено было питание. Я уверен, и эти проблемы так само будут выращены. У нас нема иншого выхода, как рухаться на сустрич один-однам. Можно я еще одно замечание, мне кажется, мне стоит высказать его. Дело в том, что и тоже скрывать нельзя в определенной среде, и в молодежной, в частности. Нет-нет-да, ну, собственно, это в благосфере, там где-то все имеет отражение. Нет-нет-да появляются такого характера какие-то сообщения, размышления насчет того, что Россия едва ли не извечный враг Белоруссии. Вот полагаю, что эти мысли, они потенциально опасны, потому что самый вариант лучший во всем этом, это степень одинаково равных отношений и с Европейским Союзом, и с Российской Федерацией. Хотя, не забывая при этом, что Российская Федерация это наш юридический и нравственный, это наш партнер, ближайший партнер, стратегический, мы очень тесно связаны и на уровне межгосударственных отношений, причем в таких тонких сферах, как оборона, внешняя политика, в очень деликатных и очень судьбообеспечивающих сферах. Но наши молодые люди, как бы, не всегда это у нас понимается. Некоторые молодые люди... Мне хочется сказать, что как-то вот очень хотелось бы, чтобы наступило такое, некое такое просветление в душах, чтобы молодое поколение в особенности понимало, что и в Западной Европе у нас должны быть друзья, партнеры. А России в этом контексте и говорить нечего, это столь естественно, как дышать, жить и двигаться. Ну, вот союзному государству кто-то видит угрозу для себя в союзничестве в нашем, ну, кому-то это не нравится, да? Ну, вопрос кому, Андрей, есть ответ, да? Ну, нет, этот вопрос не мне, как раз, надо адресовать, но мы же видим, что чем больше сопротивления встречают все эти договоренности, тем очевиднее становится, кому будет польза. Просто интеграция это хорошо. Ну, вот, Павел Изотич, вы как-то сказали в клубе, что на Западе сделают все, чтобы граница Российской Федерации не проходила по Бугу. Вот, и я хочу привести в связи с этим одну цитату. Анджей Талага, директор Варшавского института предпринимательства, из интервью Радио Свобода. Вот. Коли будя удар з Россией, то яго повинна прынять Беларусь, а не Польша. Буфер. Гэта значить, что помирать на войне з Россией будут беларусы, а не поляки. Вот, во-первых, России больше делать нечего, как нападать на Польшу, да? И почему этот господин не знает, что в случае любой военной угрозы Россия и Беларусь будут вместе? Это глупость несусветная? Или же это некий действительно тренд, устойчивый, несколько раз повторяющаяся глупость становится общественным мнением, что ли так? Ладно, еще один пассаж от этого же эксперта, достойное упоминание. Я не веру в европейский выбор Беларуси. Коли там будя демократичная улада без досвиду, без структуру, без финансов, то Россия им гненно такую Украину забирает под свое крыло. Формально, гэта может быть суверенная Беларусь, бел-червоно-белым стягом, але фактично гэта будя российская Беларусь. Я боюсь о неэффективности беларусской оппозиции. Нельга отдавать улады у руки тым, хто неустанет керовать. Вот тут золотые слова, да? Действительно, ничего, кроме как расшатать и развалить, в настоящее время наша оппозиция, к сожалению, а может быть и к счастью, не предлагает. Хотелось бы, чтобы мы порассуждали на это. Ну, вот это интервью пана Толяги, оно наделало определенный шум у нас в нашей блогосфере и на радио «Свободе», где оно было опубликовано. Там очень много разных комментариев, и большинство из них носит характер гневный, скажем так, мягко. Толяга, особенность за эти слова, что оппозиция в Беларуси такова, что ей нельзя доверять власть, и стало быть, польское правительство или польская общественность и западноевропейская, евросоюзовская в целом, не должны с беларуской оппозицией иметь дела. Это вызвало, конечно же, здесь бурю разного рода возмущений. Хотя, я должен сказать, что интервью-то на самом деле большое и весьма дельное. И кое-что там, конечно же, заслуживает того, чтобы его обсуждать и осмысливать некоторые моменты, они важные. И не только обращенные к оппозиции. Вот первая часть в отношении того, что поляки, в частности поляки, с ужасом думают о том, чтобы стать, иметь границу с Российской Федерацией, потому что немедленно возникают всякие фобии. То есть, российские танки пойдут, ну, больше, ну, в каком сне это можно сказать? Все разное. Просто, ну, мы не должны забывать и такую штуку. Небезвестный товарищ Сталин говорил, что нужно 150 лет сотрудничеству с Польцем, чтобы поляки забыли все, что им принесла Российская империя. Зло, которое принесла Российская империя. Ну, надо сказать, что и Советский Союз, когда был в Польше силами разных военных группировок, там тоже без восторга поляки это вспоминают. Но, конечно, вызываются и фантомы. Вызываются и фантомы, там просто боятся Россию, очень многие политические круги ненавидят Россию. Возможно, у них есть на сей счет аргументация. Но, анализируя выступление господина Толяги, нужно понимать, что это все равно выступление одного из экспертов. Причем эксперты, на мой взгляд, достаточно трезвые, потому что общий тренд польской публицистики – это опять старая пластинка. Насчет прав человека и так далее, и так далее, о ценностях. Но что в Польше возобладает? Или понимание того, что Беларусь является в очень геополитическом смысле гарантом спокойствия Польши. Потому что уж Беларусь менее всего может показаться даже в Польше кому-то пугалом, который претендует на Белосток или белорусские тачанки будут переправляться через Буг. И поэтому есть мнение, но набирает силу о том, что Беларусь является гарантом спокойствия Польши. Есть и другие тренды. Ну, наши же ходоки туда ездят за санкциями тоже в Польшу. И поэтому очень важно, что и польская миссия политическая. Но есть, конечно же, и мощный такой пропагандистский тренд, что Беларусь по-прежнему является неприемлемой для Польши соседкой. То есть не Беларусь, а белорусское политическое устройство. И вот в Польше какое убеждение возьмет верх, это очень интересно наблюдать. А для нас действительно важно, хотя менее важно, нежели то, как у нас будут вкладываться отношения с Россией. И здесь я вот предыдущие тезисы поддерживаю в полном объеме. Хорошо, коллеги, я сейчас прочитаю цитату, вгоняющую воторопь в полную. Одна из немецких фирм, специализирующихся на обслуживании расквартированных в Германии американских войск, объявила набор статистов, владеющих русским языком. Они должны будут сыграть роль представителей российского населения в ходе военных учений. Для этой цели на полигоне под Ньюрнбергом построено 10 деревень по 10-30 строений в каждой, где военнослужащие США смогут отрабатывать боевые навыки в максимально реалистичной обстановке. А создавать ее должны те самые статисты. Они будут общаться с Янки по-русски, изображая животновода, лавочника или даже сельского старосту. Американцы готовы воевать с русскоязычными. За что? Не за территорию же? А вот вопрос, на чьей территории они готовы воевать? Ну вот много вопросов. У вас есть ответы на эти вопросы? Вот есть, например, такой очень известный профессор Таллиннского технологического университета, Евген Цибулько. В своем блоге он пишет, я цитирую, уничтожайте ментов, Росгвардию, ФСБ, КГБ и других псов режима. Все представители военизированных структур, это законные военные цели, их можно и нужно просто убивать, убивать как можно больше. Как он так объединил? Росгвардию и КГБ? Да, публикация просто называется «Как себя вести в России и Белоруссии». То есть он объединил наши две страны в одну и выдал рецепт, который мне, например, кажется просто чудовищным. А с юридической точки зрения? Вот этот призыв к насилию, он как-то там оценку... А, будут давать оценку интересную? Ну, слава богу, что наше посольствие Медо и Белоруссия, и Россия выступили с совместным заявлением по этому поводу. Я надеюсь, что ответ какой-то будет от официальных властей. Это профессор, это официальный лектор. Я представляю, что он говорит студентам, и, наверное, студенты поддакивают ему в чем-то, но... Даже если отбросить политические все моменты, то, по-моему, здесь отсутствует даже здравый смысл. Вот посоветовать такое может только человек, который очень искренне ненавидит наши страны. Медведев, вот возвращаясь к этой истории, к этой фирме, которая нанимает статистов, Я вспоминаю, по-моему, Кульчицкий. У него такая есть, это военная поэзия, поэзия лейтенантов, очень трагическая. Такая плынь в поэзии советской, и очень пронзительная. Он писал, война совсем не фейерверк, а очень трудная работа, и так далее. Вот мне кажется, что в Евросоюзе появились новые поколения людей, которые полагают, что война это нечто такое детализованное представление, вроде, так сказать, советских там зорниц, поэтому можно вот как-то при этом заняться бизнесом, найти каких-то сельских старостей. То есть это поколение, которое все детство играло в стрелялки в интернете, да? Совершенно верно. Или бизнес-стрелялки. И поэтому, когда это превращают в такой балаган, это очень опасно, потому что многие молодые люди, возможно, в Европейском Союзе, или где это все происходит, так и подумают, что война это допрос каких-то сельских старостей. Ну, значит, представьте себе, где прячется ваш комиссар. В Российской Федерации создаются войска и создаются вот такие вот деревни, в которых люди разговаривают, условно говоря, там, на венгерском языке. Или там, на немецком. Да это такой бы... Военные наблюдатели, которые присутствуют на любом учении, они бы просто не дали бы это. Понимаете, в чем дело? Вот что-то можно такое делать на Западе, чего нельзя делать на Востоке. И вот это вот уничижительное отношение к развивающейся восточной, ну, как сказать, цивилизации со стороны Западной, оно нет-нет, да и проскакивает. Там можно разогнать любую демонстрацию с применением спецсредств. Здесь ни в коем случае даже выйти милиционером, чтобы сохранить порядок, и то это уже почти что преступление и так далее. То есть двойные стандарты. Еще раз повторю, что вот существует в некоторых кругах Евросоюза желание думать о таких серьезных, тяжелых и драматических вещах, ну, вот с таких вот позиций какого-то небольшого импресарио, который там организует какую-то батальную сцену, нельзя. Нельзя. Война – это катастрофа. И каждый должен понимать. Я не хочу сказать, что в Евросоюзе поджигатели войны живут и так далее, все эти лозунги прочь, и не о них идет речь. Но, конечно же, с другой стороны, нельзя и делать из этого большое расстройство, что в качестве допрашиваемых фигуранты какие-то ряженые. Потому что... Не, Павлович, у нас же это как повод для разговора. Мы же не делаем из этого ни трагедию, ни комедию. Просто мы не можем не обратить на это внимания. Коллеги, я вот хочу процитировать тут в газете у вас интересная статья. Насмотрелись на МАЗОВСКИ... Очень интересная статья, скажи. МАЗОВСКИ... У девушки 0,74 промилля в крови, попутчик несовершеннолетний. А еще недавно парень устроил дрифт на площади Победы. Да, стреляли, могли убить и так далее. И на площади Победы, значит, парень тоже покатался. Вот можно списать все на молодость, наверное, да? Который и так хочется драйва каких-то, приключений, азарта, весна, молодость. Хочется, чтобы тебя погоняли. Что хочется как-то противостояния какого-то и так далее. Или проблема, может быть, намного глубже. У молодежи размыто понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Вот... Проблема типичная и для Германии. Где сейчас только что сроки дали пожизненные людям, которые проехали на красный свет. Помните? Да. И та же самая проблема сейчас в Москве с Багдасарианом. Не знаю просто, что с ней сделать. Это проблема, по-моему, мировая. Ну вот хорошо, на то, чтобы размыть понятие о добре и зле, без устали работают так называемые независимые СМИ. 29 марта из Жодинского СИЗО на свободу вышла очередная партия социальных активистов и пассажиров 37-го троллейбуса. Как вам этот заголовок, коллеги? Судили студентов, студентов судили, да? А на свободу вышли социальные активисты, пассажиры троллейбуса. Как все невинно. Упоминание, что это анархисты, и их задержали именно за запрещенное законом участие в митинге с закрытым лицом. Сейчас просто вымарывается из всех средств массовой информации, не государственных. Потому что на Западе это тоже запрещено. Никто плакать по таким нарушителям не будет. А так это социальные активисты и пассажиры овечки, которые ни в чем. Вот студенты, опять же, репрессии, ну, передергивания, то есть, налицо передергивания. Вот. Я к чему? Вот так промываются мозги. На меня гораздо больше впечатлений произвело 0,7 промиллей вот этих людей. Вот это были убийцы. И я не боюсь быть заподозренным в том, что я 1 апреля обращаюсь. Это не шутка. Я бы считал, что, ну, там, срок пожизненное заключение, это тоже, можно сказать, крайность там. Но то, что нужно отбирать машины, немедленно отбирать, это первым делом и навсегда, и наукционном. Ну, извините, а там же в результате этого погиб человек. Ну да, так сколько у нас гибнет по пьяной лавочке, и никого это не учит. Никого не учит. У нас такой случай произойдет, и потом ГАИ докладывают. У него было в анамнезе 17 протоколов и так далее. Ну, так еще 127 ждать, пока он еще кого-то убьет и так далее. Нужно крайне резко уже встречать наказание за езду в пьяном виде на автомобилях. То есть вы за усиление режима, да, за то, чтобы опять наказывали студентов, да, наказывали молодежь, несчастную молодежь, которая, подумаешь, погонялась. А это режимное государство будет забирать автомобиль. Пьяный человек, мы немножко нарослись, как говорим. Нет, я просто... Пьяный человек за рулем, хватит уговаривать, хватит уходить. Я думаю, что на эту тему достаточно жесткая. Ну что, и вот ты же случай сказал позавчера был. Я про молодежь сейчас говорю. Так вот, молодежь в основном... Ищет драйв не в том, причем, не вся же молодежь. И безответственно... Как правило, молодежь, которая озабочена, или вернее не озабочена, а просто думает о своем будущем, о научной карьере, о спортивной карьере, о музыкальной какой-то, культурологической карьере, ей некогда и незачем. Вот гоняться в машинах там по пьянке, там болтаться по улицам... Ну гоняют же, вот что, что плохо. Вроде бы, нехорошо гоняют. Значит, профилактики мало. Вы видите, мне подается, что зараз частка молодежи успрымая свое життя как некий квест, что как гульню, серьезная речь. И им подается, что проспывный час яны сдолють остановиться и переписать свое життя по-новому. Але это не так. Вот мне подается, что и мы повинны в этом примать удел и звертаться до молодежи, и сказать, что это не жарты, что будет покаранье за те учинки, какие они будут срабить. И что функции сохранить в этом квесте нет. Так же. Но у каждого поколения есть еще свои рубежи. Вот если вы вспомните 80-е годы в Советском Союзе, помимо того, что там, понятно, был застой, ну был и БАМ, были какие-то вещи, куда можно было себя применить, что-то сделать такое, чем можно было потом гордиться и рассказывать, что я был, я видел, я принимал участие. Ну, я тоже был молодым человеком, и когда я служил в армии, началась война в Афганистане. И я писал рапорт с просьбой послать меня в Афганистан для того, чтобы выполнить свой интернациональный долг. Да, можно меня сейчас назвать молодым там даже дураком, потому что, ну как, что ж ты такое, не понимал, что ли, что это война. Нет, не понимал, да, я был в той идеологии, в том мире, но ничего хотелось. Хотя у меня уже было высшее образование, и мог бы я понимать какие-то такие вещи, жизнь там, своей дорожить материнскими слезами и так далее. Но мне хотелось драйва тогда, как и многим сейчас, место подвигу для молодежи. Главное, не забывайте, что через 10 лет именно эта молодежь и будет определять судьбу нашей страны. Геннадий, вот аналогичные события происходили в Москве, как известно, причем более масштабные и по качеству весьма для Москвы оригинальные. Старшеклассники, студенты. И мне очень запомнились слова, сказанные на мероприятии, по вручению Ники, режиссера Сокурова, знаменитого режиссера Сокурова. Он сказал вещь отнюдь не революционную, отнюдь не подрывную. И хотя там эти коллеги московские окрысились, сейчас его там травят почти как Макаревича, ну по каким-то командам там. А вещь очень простая. Он сказал, с молодежью нужно разговаривать. Но разговаривать, не навязывать, так сказать, разговоры, потому что вот эти вот молодежные, так сказать, ну так, протуберанцы, что ли, из молодежной среды, они говорят об одном. Молодежь хочет задавать вопросы, молодежь хочет задавать. Партия, дай порулись. Помните, в Камсковоене был такой лозунг. Партия, дай порулись. Пока это еще неосознанно, но это есть. И это нужно понимать, и относиться к этому очень спокойно. Так что Сокуров, за это на него накинули, что он сказал? Да, это признали чуть ли не как антипутинизм. Честнее говорить, да, с молодежью. А мы должны понимать, как взрослые люди, что с детьми нужно разговаривать серьезно и уважительно, потому что... Коллеги. Если дети даже не могут ощущения свои выразить правильно, все равно с ними нужно разговаривать. Но с ними как часто разговаривают? Говорят, получишь 10 тысяч евро, если тебя арестуют на площади где-то, на какой-то акции. Ну, есть... А вот это уже совращение. Вот это уже совращение малолетних. Это уже не разговор. Это уже другое. Да, это безусловно. Это филея политическая. Может быть, Сокуров к этому призывал? Может, поэтому... Нет, Сокуров к этому не призывал. Коллеги, не будем уже о политике ни о чем не помнить. Хочется напомнить, что 1 апреля. И человек без улыбки, человек без шутки, говорят, что это просто страшный человек. Самые опасные люди, которые не понимают юмора. Да, да. Вот мне бы хотелось, чтобы вы поделились, если они у вас есть, некие случаи, допустим, розыгрыша в ваших средствах массовой информации, в других... Я собираю, собираю, коллекционирую анекдоты очень узкой направленности телевизионной. Это анекдоты про операторов. Сейчас я передаю ваше приятель всем операторам. Потому что это очень узкая, такая специфическая область. Один из моих самых любимых анекдотов на эту тему, когда два оператора собираются уходить в отпуск, говорят, ну что, может быть, в театр сходим, там мы все-таки культурные люди, работаем на телевидении. Он говорит, а смысл 2 часа на общий план смотреть? Ну, это очень специфический телевизионный юмор. Павел Затич, завершающую... Я очень мрачная личность. То есть вы в газете СБ Беларусь сегодня не позволяете шутить? У вас везде на последней странице анекдоты. Плоские, плоские. Шутить не позволяю. Вот последний анекдот от Якубовича. Мужчина, вы женаты? Нет, это меня кот поцарапал. Это такой вымученный. Так держать, что... Ладно. Не верю, что кот мог поцарапать. Все-таки жена, наверное. Ладно. Коллеги, спасибо большое за участие в разговоре. Уважаемые телезрители, весна вступила в свои права. Сегодня тепло, завтра будет еще теплее. Это не прогноз погоды, это клуб редакторов. Мы только хотим прогнозировать, что будут хорошие события в нашем и близком, и далеком будущем. Поэтому хороших событий ждем. Мы здесь, в клубе, обязательно обсудим. А сейчас до свидания, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok